В Китае создали цифрового прокурора, это то о чем я вам говорю, помните, что мы вообще с точки зрения кибернародовластия не рассматриваем такое понятие как прокуратура, почему, потому что прокуратура занимается надзором, в условиях кибернадзора, он должен осуществляться в чьих-то интересах, Ну, прокурор в чьих интересах действует? В интересах государя, цифровой прокурор в чьих интересах будет действовать в Китае? В интересах Сыдзенпина, если мы говорим о прямом народовластии, может цифровой прокурор действовать в интересах народа? Да, может, только он будет называться не прокурор, он будет называться кибернадзор. И это не система, в которую имеют, так сказать, вход и к которой имеют доступ единицы, а это система, к которой могут подключиться неограниченное количество людей, весь народ. То есть, осуществлять кибернадзор. Вот это то, о чем, помните, я вам говорил, когда я рассказывал про кибернадзор, какой он будет. Вот Китай двигает это, но в интерес к народу двигает. Нет, в интерес к кибертирании. Пока она интересна Сыдзенпину, пока она интересна верхушке. А потом даже им она перестанет быть интересна, когда искусственный интеллект наденет на них ошейник. Они этого не понимают еще, потому что долбоёб. Хотя они марксисты, там Маркса учили, но они не понимают, как это будет работать. А работать это будет очень успешно. То есть, вначале они будут всем рулить и дергать за ниточки при помощи искусственного интеллекта, при помощи кибернадзора и так далее. Потом им станет лень, они станут старые. Кто-то отойдет от дел, кто-то новый придет, не совсем разберется и так далее. Захочется какими-то другими делами человеческими заниматься, а не вот этими машинами. И все больше и больше полномочий будет передано машинам. А так как производительные силы, которые в обществе новые окрепнут, они не будут включать в себя человека. Раньше производительные силы – это средства производства. И люди, которые трудятся, то люди постепенно из этого процесса вымываются. И производительные силы – это кто такие? Это средства производства и роботы, или искусственный интеллект, который при помощи этих средств производства трудится. И получается парадоксальная ситуация. То есть, здесь людей нет или очень ограниченное количество. И тут сверху людей нет или очень ограниченное количество, потому что они передали свои полномочия вниз. Ну и все, и писец. А дальше уже все понятно. Если искусственный интеллект будет тем, кем мы хотели бы его видеть, то все, будет полное порабощение человечества. А потом искусственный интеллект просто начнет зачищать. А зачем они нужны этому? Ну зачем роботам, искусственному интеллекту в условиях, когда роботы производят что-то для тех роботов, которые производят что-то для роботов? Вот в этих условиях, в этой цепочке, покажите мне человека. Нахер он им нужен? Что он может придумать этот человек для них? Ничего. Нахер он им нужен?